На международных вызовах мы получаем вызов Действительно, это большой вызов Я вот, честно говоря, сейчас занимаюсь уже полгода диагностикой И серьезнейшая проблема, на самом деле С точки зрения... Так, не тупался, подожди Для диагностики, вот, продолжение Значит, в базе данных здесь сохраняются все томограммы, которые были сняты у пациентов И в этом плане можно полутекущие томограммы посмотреть, были ли похожи И другой момент Распознавание образов, компьютерное зрение Система может в автоматическом резюме подсказывать, что вот на такие-то хромограммы надо обратить внимание Это значительно сократит время врача И концентрирует ее внимание на то, на что нужно обратить внимание Так, дальше Команозор Теперь вот были три научные проекты Вот эти проекты более близки к прикладным исследованиям Это вот проектирование судов на воздушной подушке Для разных регионов в стране Это реальный проект, который выполняется в Нижегородском университете в Содружестве Ну вот здесь показано, например, как проводится вычислительное исследование Математическая модель, это все на компьютере Просчитывается Поведение системы, анализ потоков и прочее Ну а после этого в результате получается вот такая красивая система Для поддержки, поддержки, поддержки Ну и здесь другого направления, похожий проект Это платформы на воздушную подушку для окранного севера И то же самое, математическая модель Просчет вычислительный, эксперимент многократный Это не отменяет полностью натурные эксперименты Но на порядок сокращает их потребность Вот в результате, что получается Какая система Здесь вот интересный проект, связанный с добычей транспорта и переработки газа Моделирование всей системы в целом Проектирование режима передачи данных Проектирование добычи И, соответственно, повышение качества управления Таким служением народных хозяйств Таким примером Далее, моделирование движения поездов То же самое, строится полная модель Транспортной системы региона Транспортной системы страны И здесь можно учитывать всевозможные особенности Планировать график движения Планировать и исследовать, что получится на штатных ситуациях Что тоже принципиально важно Ну и в результате оценка пропускной способности Получение выхода В СМ-2 еще не привлекает Так, ну и на завершение Еще один эксперимент, который мы выполняли совместно С университетом, технологическим университетом ДОФТ Это оптимизация профиля колеса Так, вроде бы кажется, что зачем проектировать колеса Они как бы известны, чем мы завершили Но оказывается, что если построить точную модель Попытаться подобрать параметры оптимально И что в результате получается Что можно увеличить ресурс Здесь вот расчеты показались в пять раз Это сокращение количества, частоты смены колес И повышение скорости в полтора раза И это все на уровне вычислительных километров Ну, проектов очень много, вот мы согласовались Да-да-да, показывай Железо Слышали, что сейчас железная дорога за два часа Москва не ждет Так, посмотрим железо Если вопросов нет, тогда переходим Смотрите, молодец Пожалуйста Я так понял, здесь попрохладнее Туда можно? Давай мы будем снимать Давай 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 Дин'�ел obrigado Дин'�ел ... Т me М�оров Платная Директор Я Pence Какие новые поставления? Значит, мы уже с 91-го года на российском рынке, в том числе, строим высокопроизводительную систему суперкомпьютеров. Мы построили в Академии наук Касто, это суперкомпьютер ИПМ Келдеса. В чем изюминка и уникальность этого проекта, в том, что здесь есть сочетание российских и западных технологий. Все, что можно заменить на сегодняшний день, какую-то элементную базу, которую мы на сегодняшний день можем, скажем так, предоставить для достижения максимальных параметров цена-производительность, качество и так далее, мы делаем. В частности, здесь, в этом конкретном проекте, была реализована отечественная разработка, совместная нами и НИИК-1, по созданию своего интерконнекта. То есть, это высокоскоростной МВС-экспресс. Второе. Мы разработали уникальное решение, на самом деле, высокоплотное. Это своя материнская плата, где мы определенным образом сконфигурировали расположение процессора, сделали уникальное охлаждение и добились максимальной производительности, скажем, на юге. Это решение на сегодняшний день мы представляли на суперкомпьютерном форуме, на международной выставке. Оно на сегодня самое высокоплотное, и с точки зрения цена-производительность лучше. А водолётка с американцем, какая, например, у вас какая у вас есть? Смотрите, вот это решение... 70 на 30, 80 на 20, 50 на 20. Еще раз, производительность... Доля, нет, доля, доля, американская составляющая. Это вопрос, который... Вопрос уровня, скажем так, министра промышленности, да, потому что существует много программ создания отечественной элементной базы. И теперь у вас проект микроэлектроники. Да, микроэлектроники. Департамент электронного машиностроения, вот сейчас сменился там Якунин, пришел к округу. Значит, мы пока не можем сделать микропроцессор. Это как бы фундаментальная задача уровня, скажем так, страны и так далее. Процессор не можем сделать, но мы уже сделали свою материнскую плату, мы уже сделали свое питание, мы уже сделали свой интерконект. И в этом, как бы на сегодняшний день, это реализовано в этом проекте. У нас лежит... Сколько тебя спросили? Короче, я считаю, пока только 50%. Потому что... Ну как микропроцессор? Мы не можем микропроцессор сделать, потому что 18 нанометров, но... Пару слов, все-таки. Суперкомпьютер национальный. Сейчас делают суперкомпьютер. Министерство промышленности выделяет деньги, почти миллиардов. Делают на... Да, да, Росэлектроника. У меня лежит готовый проект по отечественному микропроцессору. Совместно с ним... 10 миллионов долларов. Только первый этап создания отечественного микропроцессора, конкурирующего, который будет конкурировать. Ну, в принципе, кроме того, кто все объединяет. Да, да. Лежит проект, хожу по министерствам, ходим, пытаемся, соответственно... Ну, как все... Да, все хорошо. Командуйте. Что дальше? Проходите мимо Там было прямо на Крыму Давай легко входите Самый интересный бизнес А прорезь вход после? После сейчас, можно выходить уже Ага, тогда я прекращаю Субтитры сделал DimaTorzok